Народная славянская радио С темой возможности справедливой народной экономики То есть будем говорить о том, какое наше будущее Каким мы себе его представляем И самое главное, не просто как представляем А как к этому светлому будущему нам все вместе прийти На каких устоях нам его строить Как нам в дальнейшем быть Я предлагаю Александру представить собеседника Валентина Игоревича Потому что если бы просил Валентина Игоревича себе рассказывать Как-то это было бы, наверное, выглядело странно Потому что человек о себе много чего рассказывает Пожалуйста, Александр Замечательно Я с огромным удовольствием представлю этого человека Валентина Игоревича Назаров Доктор технических наук Профессор Международного славянского институции Вице-президент двух международных славянских академий Профессор нескольких американских университетов Консультант стран БРИКС и ШОС Но это коротко И человек, который не просто там какой-то кабинетный мечтатель Который там просто бумагу марает Это человек, который до мозга костей практик С моей точки зрения просто потрясающий патриот нашей Родины У которого сердце болит за то, чтобы действительно Справедливая жизнь для людей Достойная человека Самой большой буквы Она все-таки стала нашим естеством Вот такой человек сегодня у нас в гостях И для меня это очень большая честь Иметь с ним дружеские отношения Замечательно Теперь предоставляю возможность дополнить Валентина Игоревича Своими словами твои слова Чтобы нам понять, как он стал тем, кем ты его обозвал Ну просто повезло Да нет, всю жизнь просто работал Да и все делал Был честным сам перед собой Да и все И как бы вам сказать Очень много искушений было по жизни Но как-то я все это минул И вот мы сейчас снимаемся у меня в комнате В которой я живу У меня нет ни коттеджа Ни джипа Ни виллы, яхты Ничего этого нет Хотя мне удалось создать корпорацию Которая зарабатывала огромные горы денег И собственно говоря Я просто У меня нет такой потребности Мне была потребность в том Чтобы делать правильное дело Чтобы преобразовывать нашу землю Строить заводы, фабрики Я вообще сам по себе нефтяник Я из нефтяники пришел Я там вырос от рабочего Мастера, начальника участка Главного инженера Генерального директора В СССР Это я еще красный директор Вот как я такой старый человек Вот и поэтому мне как бы Чисто бабло Мне оно не гипнотизирует меня Вот нет Нет надо мной его власти Понимаете Значит в Америку я все объездил Значит предложения там быть профессором у меня были За очень хорошие деньги Понимаете Там общество Где люди работают чтобы Живут чтобы работать Работают чтобы жить Вы знаете Живут в этом своем маленьком мирке Я посмотрел на это Подумал боже мой как это похоже на Мировоззрение вот животного Которое стоит в стойле Да ему вот как корова У нее же в глазах Такие мудрые глаза Там отражен весь мир И вот кажется да Вот что ей еще надо Чтобы было тепло Светло И чтобы жвачка была Понимаете Вот такое вот меня Скоцкое существование Оно меня абсолютно не устраивало Мне нужно было действительно Докопаться до сути Почему мы живем Не так хорошо как могли бы жить И что этому не мешает Поэтому я кстати ушел с производства Стал защищать диссертации Вот Поэтому я вот пошел Потом ушел из нефтянки Я был на очень хороших позициях В нефтяных компаниях Мне говорят Ты что сумасшедший Ты не захотел стать миллиардером Нет не захотел В этом нет никакого смысла Мне стало гораздо интереснее Что нужно сделать Чтобы людям на нашем краю В регионе Где я живу В окружении людей Чтобы им стало жить хорошо Чтобы нам всем стало жить По-другому хорошо Понимаете Человек вот русский Это же Только англосаксы говорят Что человек это главное Чтобы жрать И под себя хапать Понимаете Вот стяжание Это чисто Англосаксонское мировоззрение Они говорят Что ничего внутри У человека нет Только индивидуализм И только вот это вот хапать 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 Понимаете Это вопрос А вот как у алкоголика Сколько надо водки алкоголику Чтобы он напился Да Вот сколько нужно денег Тогда алчному человеку Чтобы ему хватило А не сколько А бесконечно Понимаете Это дьявольская затея Она уничтожает Она выжигает сущность человека Понимаете Вот У нас У русского человека У нас Не исчерпывается Вот это вот Баблом Вот наша сущность Понимаете Она Потому что русский человек Всегда искал гармонию С окружающим миром Образно говоря Мы искали счастье Всегда Вот у нас Сейчас вот Погиб летчик Да Вот в Сирии Взорвал себя Филиппов До этого ребята гибли Все самоотверждены Вот сейчас будет Годовщина 18-я годовщина 6-й Псковской десантной роты В Аргунском ущелье Там где 90 бойцов Ребят Не пропустили 2,5 тысячи Этих Басаевцев Так вот Это что за деньги что ли Все Откуда это все А Женя Родионов Пацан Который Ему сказали Крестик сними Мы тебя к мамке отпустим Он не снял Откуда Это что за бабло что ли За аплодисменты За что это За эти вонючие Какие-то там преференции Да Вы поймите Есть смысл бытия Вот вне вот этих Вот этого стяжания Вот я собственно человек Который докопался до этого И я ровно этим и живу Я получаю удовольствие От того что я делаю И прекрасно знаю Что мой жизненный путь Вот срок жизни людей Он не случайен Вот мы заканчиваем Свой жизненный путь Когда мы исчерпываем Свое предназначение У каждого человека Есть некое предназначение Мы же все разные Мы все не похожи Это же тоже не случайно Это значит У нас Господь Или природа Господь и природа Это одно и то же Только разными словами Верующие говорят Господь Природа Говорят атеисты Это одно и то же Так вот Мы-то все пришли В мир Все такие разные Почему Значит у нас у каждого Какое-то Разное Какое-то предназначение Какой-то смысл Бытия Так вот мы должны Пытаться понять Постичь его Вот И ему соответствовать Понимаете И вот когда человек Ему не соответствует Он уходит из жизни Сигнем Какая неожиданность Да Вот А здесь как бы Вот здесь Именно тот самый случай Когда вот я пытаюсь Всю жизнь Это свое предназначение Исполнить И я считаю Что оно в этом Поэтому Если сразу переходить К обсуждению По теме По теме Значит Что у нас С нашей вот этой экономикой Со светлым будущим Что мы Хотим построить Вот Мы значит Хотим разобраться Почему мы так плохо живем В самой богатейшей Стране мира Самый талантливейший Народ И почему мы еще Испытываем Какие-то проблемы Потому что Самые три богатые Страны мира Да Это Швеция Норвегия Там Финляндия Там где Финляндия И Швеция Там нет никакой Нефтегаза Угля Антрацита Чернозема Ничего там этого нету Вот В Японии Хорошо живут Да Самый По индексу счастья Первое место Дания занимает Где нету вообще Никаких Там этих Безбрежных полей Колхозов Там Флагманов Индустрии Так вот Почему люди Умеют жить хорошо А мы На таких богатствах Вот Не можем Сорганизоваться Чтобы детей своих Накормить Да Вот в чем проблема Вот я собственно Вот этим вот Занимаюсь И пытаюсь Изменить Всю жизнь И Ну много Удалось Вот с 94 года Вот в течение 14 с половиной лет Удалось создать Корпорацию Реальную Корпорацию Которая решала Практические задачи И никакой не теоретик Это я потом Потом пытаюсь Вот это все Осмыслить Что же я наделал Да Что же получилось Так вот Эта корпорация В нескольких районах Западной Сибири Это Челябинской области Это в Тюменской области Это немножко Свердловской И Хантамансийском Автономном области Несколько районов И вот Оживляя Вот это все Промышленность Оживляя Вот эти средства Производства Вот Вот так получилось Что когда их Начинаешь оживлять Не по англосаксонским Мировоззрением А по нашим По нашим русским Они чем отличаются Что англосаксов У них Все Каждый загрязи Ближнего Понимаешь Своя рубашка Ближе к телу Значит Урви сколько можешь Понимаешь Обогащайся Любой ценой Вот англосаксонское Мировоззрение А когда ты делаешь На наших На русских основаниях Это когда Общее дело Это когда За други свои Когда у тебя Близкие люди Понимаешь Тебя окружают Ты вместе с ними живешь Ты вместе с ними работаешь Они по неволе Близкие тебе люди Поэтому не загрызать Друг друга А помогать нужно Вместе делать Общее дело Этот принцип Общего дела Чушь Американцам Англосаксам В целом Они не могут Понять Когда произошло Японское чудо Кстати говоря Сенат Соединенных Штатов Направил туда Команду По 8 тысяч Специалистов Чтобы они изучили Его И применили В Америке Они приехали И доложили Сенату Не можем Разные цивилизации У англосаксов Нет понятия Общего дела Так вот Что сейчас Нужно вам В ЛНР ДНР И на Украине И в России Тоже Опять найти Это общее дело Опять найти Вот Что мы есть Целостность Общность Мы есть Историческая Общность Мы целостность И мы должны В будущее Идти Не каждый Вот Загрызи Ближнего А вот Решая Общие задачи Вот Ее и нужно Сформулировать Я извиняюсь У меня спросили Мало Я много Говорил Извините Ну хорошо Валентин Игоревич Леша Не против Я задам вопрос Да Задавай вопрос Хотя тоже у меня есть Ну пожалуйста Задавай сначала Ты Валентин Игоревич Ну все таки Скажи пожалуйста Вот этот проект Который мы говорили И который Как бы Как механизмами Разработан Международным Славянским институтом На каких Принципиальных Так сказать Основах Он сделан Разработан И на каком опыте И человеческом И вашем Отвечаю Значит Еще раз повторяю Я сначала Как нефтяник Как производственник Как красный директор Да Я решал В начале 90-х Задачи Оживления Мертвичины Оживления Мертвых Производств В Сибири У нас там Руины были Все Вот то же самое Что сейчас у вас На Донбассе Ну так вот А потом уже Потом когда Стало вот это все Вот на наших Принципах этих Делать Которых я сказал Стало Получаться Совершенно другое Общественное Общественное Экономическое Устройство Мы стали Смотрите Мы стали Строить жилье Мы стали Его раздавать А не продавать Мы стали Начинать Делать Молодежную Политику Образовательную Политику Начали учить Молодежку На современную Технику Давать им Устойчивые Хорошие Заработки Перспективы Школы Даже открыли Вот по Вот у Ньюгани Открыли Школу Для работы На современной Лесозаготовительной Технике Перерабатывающей Но на заводах Там само собой Разумеется Современные заводы Привезли Построили Вот А в полеводстве То же самое На Джон Дели Стали вот Когда покупать Комплекс Стали учить Молодежь Суда То есть Мы стали Давать нашему Народу Перспективу Которой Сейчас ее нету Сейчас безнадега Утрата сейчас Вот Это то что Как бы Так вот Что мы предлагаем Что в вашей ситуации Чем наша система Такая чудесная Что ни у кого Не получается А мы предлагаем Так вот она на самом деле Не выдумка Она не фантазия Она пришла из жизни Во-первых Я ее Нечаянно Набрел Это первое Стал читать книжки Я же не экономист был Я защищался По техническим наукам Вот Стал читать книжки Оказалось что Василий Васильевич Леонтьев То же самое Сделал Японское чудо За что получил Нобелевскую премию Это наш Экономист Который в 25-26 году Писал О межзрослевом Балансе И который Эмигрировал Из СССР Госпланец наш Вот И сделал Японское чудо Получил Нобелевскую премию За это Вот Оказывается Оказывается Вот это Индикативное Планирование И вот Даже Циклы Планирования Четырехлетки Они в Южной Корее Пожалуйста Естественно Вьетнам Китай Как Страны социализма Есть Значит Элементы Такие же Есть Даже У Маргарет Тэтчер Были Я даже Видел элементы Такие В Соединенных Штатах Где На Аляске На Северном Склоне Есть корпорация Развития Территориальная Решающая Проблемы Успешно Решающая Проблемы Регионального Развития То есть Создание Не только Материальной Основы Но и Социальной Сферы Понимаете Вот Комплекс Это Это все На Аляске Есть У них Как бы Нельзя же У них Нет капитализма Так вот Что мы Вам Предлагаем У вас Сейчас Все Вот это Разметало Как взрывом Понимаете Всю вашу Экономику Все ваши Заводы Фабрики Они Раскиданы И похожи На Это самое На пассажиров Титаника Когда Титаник Утонул Они барахтаются Вот в этом океане Безбрежно Кстати То же самое И на Урале Я ездил Как-то Ехал Вдоль всего Урала Там Очень много Брошенных И поселков И деревень И заводов И предприятий Просто брошенных Да Федорович Вы абсолютно Правы Буквально Я вот вчера Статью Отдал По этому Поводу Значит Дело в том Что мы Отказались От самодостаточности Россия СССР Мы отказались Со самодостаточности Мы Вошли в Мирохозяйственные связи И мы Значит Ликвидировали По-моему Пять или семь тысяч Предприятий Которые работали На самодостаточности На целые отрасли Станкоинструментальные Там Допустим Машиностроение Для Текстильные Там Для Просто их нету Исчезли Мы их все Просто Под нож пустили Только Ради того Чтобы Отдельные Наши элементы Пригодились Нам на Западе И понимаете Все это было чудесно Мы Прекрасно гуляли Вот на этом Празднике жизни Чужом Да Вот Пока у них Не наступил Кризис Вот сейчас Все уже Дружно Все дружно Обсуждают о том Что Мир доллара Рушится Мир западный Построенный На волчьих законах Он рушится У них Негде Обращать капитал У них Прекратилась Оборот капитала Об этом Римский клуб Вот сейчас Опубликовал Это их идеологи Вот самый последний Доклад у них Он говорит о том Что капитализм Закончился И они Никто не знают Что будет Да И они говорят Что единственный выход Единственная надежда Это на то Что будут Национальные экономики Это что означает Национальные сбалансированные Кондры Так вот Что мы предлагаем Что за система такая Что за такое Вот мы Какую-то волшебную палочку Вам хотим Здесь это предложить Так вот Сегодня Когда у нас Все вот это Разметало Все наши заводы Фабрики Они все Не знают Как им барахтаться И где найти Свою прибыль И где доходы Получить Вот Мы предлагаем одно Что должен быть Государственный стержень Государственный Системообразующий Субъект Ну как дирижер Понимаете Если без дирижера Все начинают играть Каждый по себе Да А тот который На барабане Вообще непрерывно Всех забивает Да И на цимбал Они считают Что если Чем больше Они будут бить В барабан Тем больше У них зарплаты Нет Понимаете Должен быть дирижер Так вот Что мы предлагаем В чем суть Нашей системы Которую мы вам Предлагаем И вам И в России И то что в Японии И то что в Южной Корее И везде И в Китае Особенно И в Вьетнаме И везде Предлагается следующее Вот эту всю Вот эту суматоху Да Рыночной экономики Псевдорыночной экономики Которая себя уже исчерпала Да Начать ее структурировать На цель Должна быть цель развития Если цели нет То этому кораблю Любой ветер не попутный Надо определиться с целью Мы что делаем Вот ради чего все это Ради чего хлеб сеет Вот бабы детей рожают Вот для чего все это Солдаты идут Родину защищают Чтобы какая-то кучка Обогащалась социальная Для чего Чтобы какой-то Допустим Социальный слой Ну даже Это пролетариат Чтобы он значит Доминировал над всеми Естественно пролетариат Ни в кем доминировать Не может От него лица Выступает Номенклатура Опять социальная группа Да Вот зачем все это Был такой мыслитель Владимир Иванович Вернадский Академик Который говорил Что надо перестать Перестать нам Внутри Вот этого человечества Единого Организма Да Нам нужно перестать Друг друга загрызать Потому что мы взаимодополняем И банкиры И рабочие И художники И поэты Они все друг друга Дополняют До единого целого До народа До целостности Мы как в организме Селезенка Печенка Все прочее Не должно быть Доминирования Селезенки Над всем организмом Или почкой Или чего-нибудь одного Мы все взаимодополняем Но каждый должен Знать свое место Так вот Нужно определиться Что является целью Так вот Здесь вот в этой системе Которой мы вам говорим О которой мы вам говорим Мы это Ученые славянского мира Которые вот на Том титульном листе Который я прислал Там Ну я сам-то технарь А там доктора экономических наук Тоже подписались Мы еще печать поставили Так что все это как бы Законченный вид имеет То есть не Болтовню А вид Вполне Приличного документа Так вот Мы говорим о том Что Вот Нужно определиться С целью Целью может быть Только воспроизводство Народа Вечный народ На вечной земле И причем Высокого уровня Развития Вот Здесь Мы сразу говорим Что значит Народ на земле Это он находится В гармонии Он развивает Природу Здесь идея Владимира Ивановича Вернадского О наосфере Там где человек Это не тот Который Вот червяк Который пожирает яблоко И делает его Противным Да И невкусным А тот Что человек Это орудие Преобразования Природы Понимаете Мы не пожирать Природу Должны Преобразовывать По законам Гармонии Красоты Потому что человек Когда он В своих помыслах Чистый Правильный Да Он и дело свое На земле Делает красивое Понимаете Нельзя создать Шедевр Красивый Если ты У тебя с мозгами Беда И непорядок Ну все неправильно Все Вот Поэтому Вот По Вернадскому По Это кстати говоря И еще говорил И Федоров Еще Это Николай Федоров Это Ярдешар Дейон француз Еще Вот То есть Это Это целая плеяда Вот этих ученых Которые об этом говорили О ноосферном развитии О гармоничном развитии Так вот Что делать Луганской народной республики Сейчас Сейчас Я уничтожу Ага Так вот Здесь значит Прежде всего Придется с целью Что вы делаете Или у вас вся эта Помощь из Москвы Для того Чтобы раздавать ее Ни к чемным Этим самым бюрократам Которые ничего Не продвигают Не преобразуют Это не Это не вина их Это беда Общая Они и рады бы Что им делать Но им никто не озадачивает У них нету инструмента Чтобы они что-то сделали Они может Чудесные Замечательные люди Профессиональные Но они сейчас Вынуждены Простой Находиться Так вот Надо придется с целью Что делаем Значит Если мы ставим задачи Вот целью Главную цель Это нам нужно Воспроизвести народ То задача в экономике Это надо ввести Все ресурсы В освоение В работу Чтобы все Фуричило Это Иосиф Виссарионовича Спросил Значит Китер китайской революции Как ты понимаешь Коммунизм Это что такое Когда он У них не был себя Коммунизм Не считал себя Коммунизм Да Он говорит Сталин ему очень просто Ответают Когда все работают Говорите Вот все должны работать У всех должна быть Возможность работать Рабский труд Который тебя убивает Да Там таскать Что-нибудь невообразимое Чтобы надорваться Вот не это совсем Вот А тот Что человек Тащит на себе Ношу Ему Каждый Берет себе Ношу По плечу Вот Валентин Игоревич Вот этот момент Мне хотелось бы Дополнить По поводу Сталина Он в 52 году Написал Докладную записку Ну программную По сути В этот В ЦК партии Которая была Уже основанием Для следующего съезда Где ставил задачу Вот то что ты говоришь Не просто человек Жующий И это самое А тот который Высокого уровня То есть он ставил задачу Во-первых сокращение Рабочего дня До 5 часов И обязательно Два высших образования Одно для профессии Другое для развития И вот то что ты говорил Перечисляю ученых Это говорит о том Что человек В природе Призван Одухотворять Материю Возносить ее На более высокий уровень Развития Это великая цель И достойная человека Федорович Вы абсолютно мудрец Вы абсолютно правильно Точно это все выражаете То что говорили Многие мудрецы До вас Ну вы И по возрасту И по опыту Вы уже просто Действительно им соответствуете Абсолютно верно Потому что Вот понимаете Природа Она создала Человека Именно как творца Именно для того Как инструмент Своего развития Человек не просто Вот так праздно Шатается Вот ничего не делает Да Как корова Понимаете Вот он наоборот Он иерарх природы Всего сущего Живого и неживого мира Вообще Понимаете Мы единственные Кто выделяет себя Из природы Ведь собака Кошка Там корова Они не выделяют себя Они естественны Сами себе Человек сам себя выделяет Он может сам себя Рассматривать Сам себя анализировать Сам себе ставить задачи И преобразовывать Окружающий мир Это свойство Только есть у одного У человека Ровно Поэтому нам даны Такие вот эти Возможности Вплоть до того Что человек По неразумности своей Даже мир уничтожить Может С помощью термоядерной Катастрофы Понимаете Вот чтобы вот это Так сказать Высокое предназначение Человека Осуществлялось Наш проект Подразумевает Прежде всего Создание Всей полноты Условий Для этого Так Ну прежде всего Надо определиться С целью Общественного развития Мы же определились Раз Нет Это следует Принять в виде Декларации На парламенте Потому что Иначе Будет совершенно Неясно Ради чего Мы все это делаем Нам опять скажут Вы что Зачем это Надо все Приватизировать Срочно Надо отжимать Бабло Рубить Все И срочно Бежать в Ницо Вы все Неправильно делаете Скажет нам Оппонент Вы что делаете Вы В общественный сектор Вы кого хотите Кормить Там Всяких Сирых Убогих Это все Индивидуальное Должно быть Только Индивидуальное Все нужно Сожрать В одиночку Где нибудь В Лондоне Вот что вам скажут Оппоненты Это наши Оппоненты А мы Представители Нашего народа Мы должны Заявить Нечто другое Что мы И делаем В передаче Валентин Игоревич Там вот Лёша Что-то хотел Давай Я хотел Во-первых Сказать Что То что Было сказано Здесь Валентином Игоревичем Это как раз То что называется Державностью Не той державностью Которую извратили Сказили Которые там Википедии Занесены И так далее Мол держава Это где Вот атомное оружие Есть сильная страна И так далее Державность Это мировоззрение В первую очередь Когда Человек Ради Семьи Ради общины Ради державы И в обратную сторону Держава Ради общины Держава Ради семьи Ради человека То есть Человек Ради державы И держава Ради человека Для человека Важная цель Это жить так Чтобы его страна Его род Его народ Улучшались Чтобы вот как раз Земля Матушка Она улучшалась И для державы Тех кто представляет Выдвинутые от народа Именно не избранные А назначенные Отличие от цивилизации Назначение Самых лучших И достойных Чтобы они заботились О каждом То есть державе Не может быть Ни проституции Ни брошенных детей Ни уничтожения природы Ни хапурничества И так далее Вот это вот Та державность Которая Испокон Была у наших Русских людей Кого называют Славяно-русами Славяно-ариями И так далее Давным-давно Это все было А то что потом Исказили Превратили в цивилизацию Которая вот Хапает все И ты должен Стать самым лучшим Самым достойным Самым таким богатым И так далее Чтобы была яхта Остальные все Хоть там умирай Вот это как раз Подход наш И я очень рад тому Что этот подход Так озвучивается С Ну Невысоких трибун Но хотя бы Среди Мудрых людей Это меня очень И очень радует Но хочу напомнить Что нас слушают Не только ДНР И ЛНР Все-таки Мы транслируем На весь славянский мир И на всю Россию Потому что Если Мы не учитываем это То тогда Мы будем упираться Только в маленькую Какую-то часть ЛНР или ДНР А на самом деле Если мы Сможем изменить Ход событий В самой России А Россия Это все-таки Огромная страна Славянского мира То от того Что будет происходить В России будет зависеть И в ЛНР И в ДНР И в Украине И в Белоруссии И в других-других странах Славянских И не только славян В конце концов Поэтому я предлагаю Более широко смотреть А поэтому Мой вопрос такой С чего Начинаем Вот в данном случае Есть Россия Ну хорошо ЛНР, ДНР Мы тоже можем Конкретно поговорить Если Это такая необходимость есть Но вот С чего Начинаем сейчас Какие у нас Есть возможности Что делаем на местах Как объединяемся И откуда берем Финансы, средства И так далее Это вы говорите Сейчас уже о России Да В данном случае Это вы про Россию Дело в том Что У вас там В Донбассе Там все развивается Быстрее И там как бы Формируются Вот эти все Органы власти И там вот на этом Новом Структурировать Это проще У нас здесь Конечно Все значительно Сложнее Все значительно Сложнее Плюс у нас Здесь соперником Является Вы сами знаете Западный мир Вооруженный Термоядерным оружием И Здесь как бы Все нужно делать Крайне осторожно Главное Что нам нужно Избежать Всеми силами К чему Нас всячески Будут Подталкивать Это к любой Неустойчивости К любому Разрушению По типу Майдана И вот Все патриоты Должны приложить Все силы И ровно на то Чтобы убереть Государственность Потому что Государственность Она является Достоянием Нашего народа Надо бороться За государство Понимаете Даже если там Находятся там Люди Которые вам не нравятся Либо которые просто Откровенные Противники Это не повод Чтобы разрушать Государство Наоборот За него надо бороться За него надо Искренне Это что означает В России Это означает Что патриоты Должны не просто Как бы Критиковать Власть нынешнюю Да Вот на уничтожение Прямо Торпеды пускать Не Они должны Прийти И сказать Что у нас есть Очень уважаемый Лидер Президент Путин У которого Электоральная поддержка 86% У населения Который имеет Беспрецедентный Мировой Как бы Авторитет Вообще Непререкаемый Три года подряд Он мировой Лидер Номер один Это по западным Даже оценкам Вот То есть Это человек Который держит Вот этот уровень Великолепно Другое дело Что он Почти Не 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 Уделяет Внимания Внутренней Вот этой Политике Отдав Ее на Команду Вот этих Либералов Которые Встроены В мировую Экономику И он Он не Он не Он не Поступать Иначе Потому Что у Нас Экономика Вся Мы Вот То о чем Вы сказали На Урале Мы уничтожили Свои Заводы Которые Обеспечивали Самодостаточность И мы Стали Добровольно 90-х Годов Стали Придатком Мировой Экономики Вот В этих Обстоятельствах Когда эта Мировая Экономика Начинает Рушиться И Перспектива Такова Что мы можем В одномоментном Вот если Что-то с Долларом Случится Да Там Нарушится Что-нибудь У нас Рухнет Бюджет Сразу Вот В этих Ситуациях Вот в самолетах Есть у Военных Летчиков Парашюты У нас Сегодня Внутри СССР Россия У нас Наш парашют Даже вот Золотовалютные Резервы Они Извините Лежат Тоже В Америке То есть Мы даже Им воспользоваться Не сможем В этих Обстоятельствах Вот В этих Обстоятельствах Как бы Патриоты Должны Не Торпеды Пускать В сторону Правительства А предлагать 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 Начинать Отстраивать Мобилизационный Сектор Экономики Значит С такими Словами Президент Уважаемый Президент Значит Мы не просто Кто вот тебе Нервы Расшатывает Как ухо На стекле Бьемся Флагами Машем Бестолку А мы говорим Давай Вот мы возьмем Депрессивные Регионы Вот там Где плохо Все Там где Не приходит Инвестор И начнем Если мы Не болтуны А мы что-то Делаем А возьмем И начнем Что-то делать Поднимать Их по-настоящему Вот как Тот же Василий Васильевич Леонти В Японию Разгромленную После войны Которой Нет ни Чернозема Ни угля Ни нефти Ничего Взял и поднял И за 20 лет После войны Американцы В Японию Вывезли Все оборудование С заводов Да Тяжелую промышленность Демонтировали Они Вот Они значит Снова Он ее поднял За время жизни Одного поколения Они построили Коммунизм В нашем понимании Вот Потому что По-другому Структурирована Была экономическая Пространство Они строили Государство Корпорацию Так вот Такую Государство Корпорацию Под названием Мобилизационный Сталин Там где государственный Стержень А вокруг него Частная Частная Периферия Не должно быть Все государственное Ничего подобного Государство Должно создавать Условия Для эффективного Бизнеса Чтобы все Мелкие бизнесы Чтобы фермеры Все Чтобы колхозы Чтобы заводы Чтобы все Все коллективные Хозяйства Любые Любые формы Чтобы они все Работали Но за них Должно отвечать Кто-то должен отвечать Создавать им условия Сегодня никто Ни за что Не отвечает Наоборот Еще тебе Начальник Еще его Родственники Отжимать Начнут бизнес Как только он Прибыль Начнет переносить Вот что происходит Все наоборот Сначала нам надо Сказать Что мы хотим Достичь Вот какую Цель Общественного Развития А во вторых Вот эта задача В экономике Качественно Увеличить Объем Болового Продукта Повысить Эффективность Использования Всех видов Ресурсов Вести Все В освоении Чтобы Мертвичины Не было Чтобы все Работало Как Сталин Сказал Мао Цзэдуну Чтобы все Работали Чтобы люди Все работали Человек Это величайший Ресурс У нас Что такое У нас Почему люди Это праздно Шатаются Они все Работать Должны Они все Должны Себя Кормить Они Счастливо Должны Идти На работу И счастливо Возвращаться Домой Почему Не предоставляем Условия Где Ответственность Начальство Именно За это Что У него Люди Безработные А вот При Либеральном Устройстве Общественном У нас Никто Ни за Что Не отвечает 110 Миллионов Населения России Нерентабельные Да Они не окупают Себя Они висят Таким или иным Образом На бюджете Если бюджет Рохнет Вы представляете Что получится Он еще 50 миллионов На Украине У нас с вами Друзья Мы сейчас Сваливаемся В обсуждение Того Что происходит А мне хотелось Это уже многим Понятно Надеюсь Нашим слушателям Зрителям Мне хотелось Бы уже Начать Говорить Что Начинаем Делать Вот Берем Регион Который Убыточный Где Народ Праздно Шатается Пьют Водку Убивают Себя И так Далее Вот Пришли Мы к дяденьке Владимиру Владимировичу И говорим Дяденька Владимир Владимирович Барин ты Наш государь Вот дай нам Этот регион Мы сейчас Его поднимем С чего Начинать Например Сказал он Давайте Отвечаем 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 Значит Не надо Нам Никаких Изменений Законов Не надо Снимать Губернаторов Начальников Они все Пускай остаются На своих местах Все Нас устраивает Вот Ничего нам Такого Чтобы из бюджета Каких-то страшных Вливаний Ничего этого Не надо Но что нам Нужно сделать Чтобы навести Порядок Как вы сказали Вот в таком Безнадежном месте Скажем Унылом месте Вот Не безнадежном Но унылом Вот Сначала нужно Нам определиться Сколько у нас Всех этих богатств Есть В наличии Самых разных Нам нужно провести Молитаризацию Всех этих Природных ресурсов Какие есть Это подземные Это лес Там это вода Это пашня Это бонитет Деревьев Бонитет пашни Значит Значит Общераспространенные Ископаемые Где-то там Кварцевый песок Где-то Глина В общем Все что Это Все что есть А размерить его Сколько его есть Значит На самом деле В СССР Еще со времен Вот Йосифа Виссарионовича Такая работа Она была проведена По всем районам Нужно поднимать Старые Даже Вот эти Самые Данные Геологические Изыскания Все они были Второе Значит То что я Реально Делал В своей практике Когда Значит Я говорил Своим Мальчикам Девочкам Буквально Зайдите в интернет И вот Для этого Ресурса Посмотрите Какие существуют Технологии Что с ним Можно сделать Вот с этим Допустим Кварцевым песком Или Полимиктовым песком Там Какую Санфаянсы Какие Делать изделия Или горшки Или тарелки Вообще Что можно делать Или что можно сделать Вот на этих Вот прудах Допустим В водных ресурсах Там где В Китае Там вообще Все у них Клетками запружено И везде Разводится рыба А там наверху Где волны Там еще Карп у них Лежит на одном боку И вот Половина в воздухе Половина в воде И их никто не кормит Они живут Только то Что мим плывет Посмотрите Что Китай делает Как используют ресурсы А у нас все гуляет У нас ничего не используется Вот в этом капитализме Понимаете Потому что Капиталисты выдернули Вот этот вот Изюм из нашей булочки Да А все остальное Вот этот вот народ Состался вот Со своим этим вот Бантоном Без изюма Вот так вот Первое Надо понять Сколько богатств У нас есть Первое Второе Надо понять Какими технологиями Мы можем его Вздыбить Ввести В хозяйственное освоение Для нашей пользы После этого Надо Формировать Программу развития Естественно Таких программ Может быть Несколько Или мы это делаем Или мы вот это делаем Или мы вот то делаем Да Ну допустим Их будет 14 Для какого-то региона Вот создали Это сценарий Развития региона Вот на основании Вот первых двух шагов Первое Еще раз повторяю Мы Размерили ресурсы Второе Мы поняли Как их поднять Какими технологиями В мире В мире Вот какие существуют Технологии Вот Третье Мы создали Программу развития Как телевизор Понимаете Из разных Из разных Деталей Собираются Вот так и здесь Программы Территориального развития Эти программы Будут различаться Фондой Емкостью Сколько денег Надо Скоростью Они будут Трудозанятостью Они будут Прибыльностью Различаться Как долго Мы будем Эту всю красоту Строить Вот все они Различные программы Кто примет решение Какой дорогой Мы пойдем Понимаете Ну что будем ждать Какого-нибудь Этого Заезжего Олигарха Или марсиане Там Или кто Нет Народ должен Решать Тот который Живет здесь Который здесь Плодится Дальше Которого будут Дети рождаться Значит У нас народ Структурирован Через парламент Через парламенты На уровне Района Сила Поселковые советы Районные советы Областные советы Вот на этом уровне Нужно принять Что им из 12 Из 14 вариантов Люба Там какой-нибудь Восьмой вариант И после того Как они проголосуют За него Этот вариант Принимает форму Закона Это одна из последних Работ Владимировича Ленина Придание законодательной Функции Госплану То что Госплан Вот выработал Вот эту программу Это должно быть Законом А закон что такое Это обязательное К исполнению Исполнительной Власти Понимаете После этого Вот этот закон Программа Развития Она кидается Из исполнительной Власти И каждый чиновник Он получает задание Белок Ты не просто Штаны Сиди Три там А ты вот Сделай вот эту Вот часть Ты за нее Отвечаешь Шкуру своей Должностью Отвечаешь Его хоть Есть что Проверять Его Есть за что Снимать С должности А сейчас Понимаете Как Они приходят На работу Я на работу Пришел Вовремя Вовремя Ушел Вы что Хоть Мне хотите Вы мне задачи Не поставили Вот сколько Мне дали денег Из бюджета Не было денег Ну и ладно Все Зарплату Сплатили Понимаете Это же форма Издевательства Так вот Когда мы делаем Программу У нас появляется Программа Целевое движение Программа Мы осмысленно Начинаем что-то делать Мы начинаем Создавать Формировать Территориально Хозяйственные Комплексы В рамках программы Которые Создают Это бизнес Единый бизнес Такой Система Это мы начинаем Балансировать Территорию Это Методология Вот Это Василий Васильевич Леонтьевое Японское чудо Это наши Сомнархозы Которые Потом К сожалению Все это Выкинули Вы этого ребенка Вместе скупили Выплеснули Когда сделали Эту самую Реформу Либермана Вот И заодно И это все Под нож Пустили Так вот Это территориальное Планирование Делается Баланс Территории Мы не делаем Бизнес Одного Завода Фабрики А мы делаем Бизнес Целой территории И для этого Для этого Чтобы это случилось А кто это должен сделать У человека есть руки Ноги Чтобы ходить Что-то делать Глаза Чтобы видеть А у власти Сегодняшней У нее нет Она как бы ждет Что инвестор Придет и счастье Принесет Так вот Должен быть Исполнительный орган Кто бы эту красоту Сделал Так вот Надо создавать Корпорацию Развитие В капитализме Это не Может быть Совет Народных Депутатов Исполком Совета Народных Депутатов Как в СССР Было А это может быть Только корпорация Развитие Так вот Создавайте Такую Государственную Корпорацию Чтобы она Не давила Всех малышей Чтобы она С ними Не конкурировала Не отнимала У них бизнес Она должна быть Бесприбыльной Сделайте ее Некоммерческой Пожалуйста Сделайте ее Сто процентов Государственной Чтобы она была Как Знаете Как кто Как импресарио У певца Вот певец Филипп Киркоров Он поет Да А у него есть Импресарио Который решает Все его проблемы Не должен импресарио Выходить на сцену И петь громче Филиппа Киркорова Это глупости Ему запрещено Это делать Понимаете Вот так и здесь Должна быть корпорация Которая будет Импресарио Для всех бизнесов Вот эта вот Программа развития Она ведь основывается Тоже ведь Не на том Что мы всех там Через колено Загнем Да ничего подобного Зачем это надо Что это за глупости Такие Здесь люди живут Они своих детей Кормят У них семьи есть Вот Надо всех людей Спросить Вот всех частников Производственных Хозяйственных комплекс Вы Как хотите Планировать Как будете развиваться На основании Их пожеланий Создавать эти Программы развития Понимаете Это не капитализм Это не социализм У тот который был Который был Угнетающий Все и вся Это нечто среднее Когда у нас есть Цель воспроизводства Народа Не Номенклату Не служение Номенклатуре Партии Не служение Обогащения Финансово Финансистам Банкирам А именно Вот эта цель Народа Для народа Чтобы народ Воспроизводился Вот Все становятся На свои места И когда такая корпорация Получает в себе Эту программу развития Вместе с чиновниками Начинает ее исполнять То есть что нужно сделать Нужно на уровне парламента Затвердить Во-первых Цель развития Как декларацию Вообще Второе Нужно принять решение О том что мы делаем Инвентаризацию Всех Природных ресурсов Средств производства Мы делаем Программу развития Потом одна из этих программ Принимается Значит сегодня В бюджетах Денег для создания Программ развития Ну почти достаточно Это очень небольшие деньги Чтобы понять Что нам надо делать На каждой территории Тем более Что программы Будут корректироваться Нам нужно принять Даже первую программу Вот в первом приближении Вот сейчас Потому что они будут Постоянно находиться В трансформации В корректировке Это живой процесс Здесь нельзя ничего На сто лет решить Вот Таким образом Значит Даже без больших денег Можно стартануть Вот уже в этом направлении Что будет происходить дальше Дальше значит Когда я начал этим заниматься В практике Ко мне в окна в двери Стали лезть финансисты Предлагая свои деньги Они говорили о чем Говорит Парень Нам некому давать долг Нам негде обращать деньги Негде Все рынки падают Все скухоживается Говорит А у тебя Вечный народ На вечной земле И мы готовы В тебя вкладывать Значит Что я сделал Я сразу Отогнал всех Кто дает кредиты Потому что Дорогие деньги Я говорил Я буду брать Только бесплатные деньги Только фондирование Это первое А второе Есть инструменты Внутреннего фондирования Понимаете Есть во-первых Инструменты Банковско-кредитные эмиссии Я сделал Свой банк Но не я Я вместе с Сарайом Я вместе с теми С кем мы это все делали Эту корпорацию Потому что я был всего лишь Одним из двух Руководителей Корпорации Надо мной был Попечительский совет Там был губернатор Там был Сергей Семенович Собянин В виде председателя Думы Там были Четыре человека От исполнительной власти Четыре человека От представителей Вот мы все вместе Все вместе Мы вносили туда Они Голосовали И мы все вместе Вот это согласовано решение Вот это все Принимали эти решения Вот Так вот мы Собственно говоря И принимали это решение Что нам создавать Нужно такую корпорацию Такой производственно-хозяйственный контур Вот Мы создали такой банк В виде расчетно-кассового центра И этот банк Мог имитировать За счет банковского Мультипликатора Кредиты Он мог кредитовать Всех участников территории То есть За счет банковского Мультипликатора Это что значит У него Один рубль Своих Денег Депозитных А он может имитировать Скажем Пятнадцать рублей Кредитов Это такой Банковский бизнес Значит Профессор Катасонов Называет его Журническим С точки зрения Здравого смысла Это так С точки зрения Профессора Катасонов Валентина Юрьевича Моего хорошего Знакомого Вот Но еще Распостаряю Вот как элемент Территории Да Мы можем За счет Своего Такого Кредитной эмиссии Мы можем Откредитовать всех А лично я Когда я был Руководителем Одним из двух Руководителей Вот этой корпорации Вот Я увидел Что есть возможность Другая Раздать за счет Хозяйственных договоров Вот я об этом говорил Когда вы на стройке Прорав Каждое утро Раздает разнарядку Да Кому что делать Он же не оплачивает Ее тут же Он дает Он ведь Лимиты выдает На объемы работы Понимаете А оплачивает Он их Потом по закрытии Этих объемов Работ Так вот Если ты корпорация Развития Тебе ровным счетом Ничего не стоит Также раздать Лимиты На производство Работ Всем и вся Все кто Участники Твоей Корпорации Твои программы Развития Вот Но ты являешься Кредитором Конечной инстанции То есть ты за всю Команду Отвечаешь За оплату Всех налогов Всех Абанцев Вот За все За все За все Что случится Ты за базар Отвечаешь Как говорится В современный Русский язык Вот Вот в такой Постановке У нас появляются Внутренние Источники Развития И нам по большому Счету Не очень-то много Надо внешних Хотя Хотя Если были бы Целевые Целевая эмиссия Суверенная За счет Центробанка Допустим Под Эльвира Схебзану На что говорит Я бы дал А деньги На развитие Промышленности А кому Давать-то Кому Сегодня Большие Вопросы В рентабельности У всех Хозяйствующих Субъектов А здесь Будет Если у вас Корпорация Которая Вечный народ На вечной земле Пожалуйста Она может Брать на себя Принимать на себя Такую целевую Эмиссию Это еще один источник Внешнего финансирования Другой источник У нас есть Токсичные Активы Банков Это активы Замороженные Это те залоги Которые перешли К банкам И те не знают Что с ними делать Сегодня Это если не ошибаюсь Чуть больше Уже 6 триллионов Рублей В России А кто их Будет вообще Оживлять Кто Кому это надо Банкиры Боятся продавать Потому что Они продадут За четверть цены Они себе Новый Так поставят Зачем Это надо Вот такая корпорация Она скажет Ну-ка Давайте мы Все что на территории Есть Мы оживим Все Понимаете Вот такой Правильный механизм Смотрите Он оживляет Всю мертвичину Он вводит Все природные ресурсы Неработающие Все средства Производства Всю инфраструктуру Он всех людей Востребует Все у него Будут работать Он начинает Заставляет Работать Все финансы Понимаете Все заставляет И по определению Он дает Всему этому Рентабельность У нас программа Она рентабельна По определению Мы не рассматриваем То что не будет Территория Нерентабельна У нас Бизнес территория Мы смотрим Бизнес план территории Вот Это то что Дэн Сяопин Называл опоры На собственные силы Когда образно говоря Он Дэн Сяопин Говорил что Вот такой большой колхоз Который по большому счету На 60% Сам себя обслуживает Сам себя кормит Но образно говоря Молоко Ты же не повезешь далеко Если за 100 километров везти У тебя молоко Собьется в сливки В масло Понимаете То есть его далеко не возят Да Вот Если его не Перерабатывают Уже не в молоко Непонятно что То же самое Картошку Кто-нибудь Все свое едят Там Овощи Их далеко не повезешь Они же Это затратно будет Вот Если мы сбалансируем Свою территорию На Хотя бы 60% То мы получим Вот этот Дэн Сяопинский принцип Когда Колхоз По большому счету Сам себя Обеспечивает По основным товарным группам И производит Дополнительную Прибавочную Товарную массу Которую мы можем Продавать куда угодно Куда угодно И за любую Даже демпинговую цену Вот Вот и весь успех Вот предлагается Вот пожалуйста У вас давайте Хоть где Начнем Хоть не черноземья России Хоть Новороссии Хоть на Украине Хоть где А то что мы должны Жить Несоизмеримо лучше Это совершенно очевидно Посмотрите Вот эти Другие народы Смотри Смотри Леша Валентин Игоревич Очень подробно Объяснил Вот эти Немножко Специфические Терминологии Но специалисты Очень хорошо Понимают О чем идет Речь И очень важно То что Это все работает Несмотря на Такую Терминологию И дает Потрясающий результат У меня результат Получился неплохой Это точно Там в Сибири У нас получился Очень неплохой результат Достаточно много Прибыли получилось Мы Я так считал Мы построили Где-то 17 Заводов Фабрик Элеваторов Комбикормовых Заводов Мы привозили Очень много Импортной техники Значит Технику Значит Договора Можно делать Даже знаете Каким образом Значит Когда у тебя Вот такая система Когда ты сидишь На такой территории И ты являешься Агентом государства Агентом общества На территории Тебе Совершенно другие Условия кредитования Я Звонил Скажем В Германию Говорил Вы можете Вы хотите Продать нам Своё железо Да Я Вольна Терлих Хотим Я говорю Ну только у нас Здесь дорогой кредит Вы можете У себя откредитоваться Да Я можем Только нам нужна Гарантия первоклассного банка Я говорю Своему Банкиру Хантамансийский банк Сейчас банк открытия Он встал в банк Но я к нему не имею Уже Десять лет Никакого отношения Я говорю Можешь сделать Такую гарантию Не вопрос Сделаю Хоть какого там Париба Там Ситибэнк Любой там Горячий банк Пожалуйста Мы кредитовались На западе Естественно Это удорожало Стоимость поставки Мы в стоимость поставки Вставляли Пусконаладочные Наработы Шесть месяцев Они нам Сами привозят Немцы Все монтируют Значит Шесть месяцев Стоят их персонал Учит наш персонал Это все Удорожание поставки Это вот В лесопромышленном Комплексе Так дело А потом Кстати говоря Переработку зерна На комбикорм Элеваторы Комбикормные заводы Вот так же все Так вот Они значит Привозят все Монтируют Учат наших А потом Слушайте А вот эта вот Продукция Она хорошая Отличного качества Давайте свяжем Поставку вашего железа Со встречной поставкой На западный рынок Через вас же Вот этой продукции Мол Если вы не возьмете Туда Рынок не востребует Мол Продукция плохая Не того качества То нам ваша железа Тоже не надо Они все связывают Понимаете И мы начинаем платить Только тогда Когда продукция Пошла на их рынок От реализации То есть за даром Мы заводы покупаем Понимаете Почему такая вот красота Потому что Потому что Вечный народ На вечной земле И он структурирован Через корпорацию Развития Она его агент Она его агент И здесь Никуда С территории не уйдешь Ее образовал парламент Ее образовал народ То есть Валентин Игоревич Пример с немцами То есть У вас нету головной боли На всех этапах Так сказать Производства продукции До тех пор Пока она Не реализуется Там уже Да Конечно У нас первые платежи Уже пошли После того Как завод стоит Уже работает Все И как только Пошло туда продаваться Я выручку Значит Завод я ставлю себе На баланс В первый же день Это не лизинг Это не лизинг Это рассрочка платежа Так вот Я его ставлю себе На баланс В первый же день Понимаете Формально У меня в балансе Появляется Иностранный инвестор Который взял И вошел ко мне Со своим заводом Со стоимостью Своего завода За балансом За бухгалтерским балансом Находится обязательство Что я у него Выкупаю По частям Его долю Это за балансом А источником Этого выкупа Является реализация На его же рынке Его же продукции И по сути дела Получается Никакой головной боли С реальными деньгами Здесь вот Вы не успели Задать вопрос А какая рентабельность Такого завода А никакой Что это значит Она Она Потому что Мы Мы навесили На поставку Этого завода Мы навесили Стоимость Спуска на лавке Стоимость Банковского кредита Мы сюда Все понавесили Понимаете И мы еще раз Срочку платежей сделали Это же все удорожает Эта стоимость Повышается Так вот Мне вот на этой стадии Не нужна прибыль Потому что Когда я сделал Лесопильные заводы У меня стала Рентабельным Лесозаготовка Я другую решаю Я в цепочке Вот эти технологические Цепочки Я решаю задачу Рентабельности Целого А не кусочков Не маленькой живопытки А вот всего целого Понимаете Поэтому я могу Бесплатно купить Такие заводы И сделать рентабельным Целой Территорию В результате Значит Что в интернете есть Вот наберите Ханты-Мансийск Посмотрите Как город Как регион Могу Как бы Просто Списком рассказать Где мы что строили Ну у нас там Ну у нас там И жилые дома Есть Мы В поселке Мордка Кандинского района Например Целый квартал Коттеджи Мы понастроили Раздали людям Чтобы люди Работали на наших Заводах Понимаете Что им продавать Буду Когда им нужно Чтобы они работали Мы приглашаем сюда Вот И четырехэтажные дома Там Кварталы И коттеджные кварталы В других городах Мы строили Значит Плавательный бассейн 50 метровый Тоже в сельском Клубы есть Где мы строили Вот В самом городе Ханты-Мансийск Полгорода Мы застроили Общественными зданиями Формируя Именно среду Обитания Народа Понимаете Человек Не может жить Вот в искусственной среде Вот как рыба Живет в воде Птица В воздухе В полете Вот русский человек Должен жить В среде обитания Ему присущей И вот Как бы Я тоже горжусь Этим городом Потому что Мы там отстроили Великолепные Роскошные Общественные дворцы Ну например Смотрите Вот построили Картины Вот этот мировой Кстати Биатлонный комплекс В котором Чемпионаты мира Проходят Каждый год Кубки мира Не было такой строчки И в каком бюджете Его мой фонд строил А потом мы передали Его в бюджет Чтобы они его Обслуживали Чтобы они по строке Там Спорт Там детская Юношская Спортивная школа Там была Олимпийского резерва Чтобы они это все Копошились там Потому что Это же не мой вопрос Точно Вот Или например Окружную библиотеку Построили большое здание Красивое Там с атриумом Посредине Вот Мы его построили Фонд И передали в бюджет Чтобы они его Обслуживали Библиотека Да Вот То же самое Построил картильную галерею Огромную Большую В целый квартал Причем русский Классицизм Это вот как Старое здание МГУ На Манежной площади И там заходишь внутрь И там смотрите что Там кафе Там Сделали зал Бесплатный зал Для показа Для молодежи Интеллектуального кино Где его сейчас увидишь еще Это Феллини Антониони Кустурица Милош Форман Это Андрей Рублев Тарковский Понимаете Это Летян Журавли Калатозова Где это еще увидишь Понимаете Их же воспитывать надо Иначе они же в розыне вырастут Ну что ж непонятно Понимаете И в то же время Это допустим Картинная галерея Там у нас около 300 единиц У нас Шишкин Ивазовский Кустодиев Воснецова Огромный зал Мы со всего мира Стали скупать Привозить сюда Один большой зал Иконы Со всего мира Тоже скупали Привозили Возвращали на родину Вот Там Георгий Помидоносец На черном коне Он вообще из Аргентины Аж приехал Там у нас и славянские иконы Есть и сербские иконы Есть очень старые То есть мы вот Видите Вот мы начинаем Эту культурную среду Формировать Ну чтобы молодые ребята Да Вот с девчонками Им где-то было возможность Зайти куда-то Да Там же холодно на улице Там дождь идет Они вот как собачонки Вот по всем этим Подъездам Вот жмутся там Где-то обнимаются Да Ну среда должна быть Понимаете Где-то они же Должны формироваться Как люди Как личности Где-то Они же ищут Этого красоту В окружающем Моих все Шпаняют Вот и наркотики отсюда И бездуховность отсюда И разрушенные семьи Потому что они не знают Как строить семьи К слову сказать Поскольку у нас Птицефабрики были Вот вот эти куры Которые птицефабричные Да Если их вот Изъять из птицефабрики И посадить В домашнее хозяйство Они не умеют Высиживать Среди Это биология Понимаете Вот чтобы с нашими Детьми так не получилось Мы должны среду создавать Над этой экономикой Мы должны Общественные отношения Формировать На тех же Не англосаксонских Принципах А на наших На наших принципах Вы мне извините Я так бурно Вам все рассказываю Хорошо Просто задевает Да, понятно Я думаю, что надо Встречаться нам Еще несколько раз Для того, чтобы Эти темы все раскрыть Схему сегодня Мы обрисовали Понятно, что Некоторые лидеры Которые сейчас В руководстве Страны В руководстве Крупных городов Таких как Москва Они в общем-то Взяли на вооружение То, что было Создано В частности Валентином Игоревичем Назаровым В свое время Но по каким-то причинам Эти люди известны Как руководители А Валентин Игоревич Сейчас на Народно-славянском радио Рассказывает Как это все сделать Я думаю, что Если это все было Опробовано Если все это Проверено То наша цель Наша задача Это все В жизнь Воплощать А вот как теперь Воплощать более подробно Я думаю В следующих передачах Мы с вами И поговорим На этом Сейчас я хочу Эту передачу Уже закончить И попросить Каждого Из выступающих Что-либо Такое Пожелать Светлое Доброе От себя Как у нас Заведено Есть такая традиция Что-либо Пожелать Нашим радиослушателям И зрителям Я предлагаю Сначала Александру Федоровичу Соколову Хорошо Друзья Валентин Игоревич Очень Скрупулезный Достаточно Подробно Особенно Для тех Кто В этой Сфере Финансовой Крутится Очень подробно Изложил Все Механизмы Которые Позволяют Нам Действительно Из мертвичины Сделать Что-то Серьезное Достойное Но Я Очень часто Думаю И общаюсь И с Валентином Игоревичем И с многими Другими Людьми Как нам Преодолеть Эту инерцию Сложившегося Чиновнического Отношения К этому Всему Как Каким образом Нам всем Созревать Объединяться И действительно Создавать Вот это Информационное Пространство Которое Будет Доступно Каждому Человеку Где бы он Находил Действительно Перспективы Где он Начинает Понимать И чувствовать Что у него Есть Эта возможность Не безнадега Которая Душит А именно Эта возможность И мне кажется Мы Должны Этот опыт Как можно Больше Распространять Пропагандировать Доносить До людей Чуть И во всей Щели И когда Пространство Начинает Формироваться И люди Начинают Чувствовать Эту возможность А русский Человек Именно Таков Если он Чувствует Достойную Цель Он горы Может Свернуть Для этого И мне кажется Сегодня Пришло Время Нам Услышать Вот эти Самые Глубинные Свойства Нашего Русского Духа Русского Мира Объединяться И уже Создавая Эту волну Такого Нашего Желания Потребности Развиваться Формируя Вот этот Образ Будущего Которого Валентин Игоревич Обязательно Делать Достоянием Народа А дальше Эту волну Просто Не остановишь И здесь Очень важно Чтобы мы Все были Услышаны Почему Потому что Когда народ Договаривается О главных Вещах Он действительно Становится Народом Не разобщенным Каким-то Стадом Который Каждый Шакал Гоняет Как хочет А именно Народом Готово На великие Дела Вот мне Кажется Так Благодарю И пожалуйста Валентин Игоревич Тоже какое-то Пожелание Да Пожелание Такое Пожелание У меня К тем Кто нас Слушает Во-первых Воспринять Что Если это Простые люди Воспринять Что не все Смертельный Что есть В нашем Народе Есть Вот этот Вариант Есть Эта Возможность Самые Тяжелые Свои Истории Годы Истории Выходил И в наш Народ Из них И в этот Раз Преодолеемый Либерализм Это Не то От чего Он должен Закончиться Вдруг Найдем Мы противоядие А тем Кто допустим Облечен властью Кто у нас Чиновники Еще раз Повторяю Это не вина А беда Что они Сейчас Работают Столь Не Может быть Малопродуктивно С экономией Они может быть Трудятся Они устают Но толку От этого Мало Понимаете Вот мы это Видим За окном Я хочу сказать Следующее Что во первых Вы не враги Нам Все что я сказал Это все говорит О том Что нам надо Что мы единое Целое Мы единый Целый Организм Если вы Допустим Чиновники Любого уровня Значит у вас Есть Тем не менее Какие то Качества которые Вас туда Выдвинули Вы способны На что-то У вас есть Потенциал Понимаете Нет такого Призыва Что огонь По штабам Нет такого Не культурная Это революция Наоборот Нам всем Время сейчас Соединиться И понять Что старый мир Он уходит Он рушится Мир доллара Мир Вот этого Господства Англосаксонского Он заканчивается Они исчерпали себя Им негде Обращать капитал Они все Они исчерпаны И на смену приходит Новый мир Новое общественно Экономическое устройство Вот я прошу всех понять И тех кто Лишен власти Понять что безнадеги нет И тех кто наделен властью Понять что другого пути Тоже нету Надо пробовать А предложение стоит Очень простое Давайте попробуем В виде эксперимента Вот локального эксперимента Не понравится Значит Не получится Значит Все он рухнет Но если он получится Если мы его выпустим Вот на что я например уверен Да Что если мы его выпустим В рыночные отношения Начнется рыночная конкуренция То этот вот новый уклад Новый социально-экономический уклад Он задавит либераль Он постепенно эволюционно Выдавит его И без всяких майданов Без всяких революций Мы убережем нашу власть Нашу Нашу Наш каркас нашей государственности Да Наш народ И действительно рванет Вперед Спасибо Ну да Создадим державу Которая сама себя держит А не это самое Подвержено влиянием Черт знает кого Из-за бугра Ну что ж Благодарю За очень добрые Теплые слова И правильные слова Всем нашим радиослушателям И зрителям Желаю проявить Здравомыслие Прислушаться К тому что было сказано И понять Что в общем-то Все зависит от нас Глупо Сидеть на богатстве И считать себя Нищим Глупо Иметь под ногами Несметные богатства Которым завидуют Все стороны мира И при этом Не знать Что с этим Можно делать Глупо При этом ждать Что кто-то придет Какой-нибудь там Добрый дяденька И нас Сделает счастливыми Наше счастье Только в наших руках Но Прежде чем руки Начнут что-то делать Необходимо Чтобы голова Это поняла Потому что голова Управляет руками Сами руки Ничего делать Не умеют Без головы Так что включаем голову Включаем здравомыслие На 7 я с вами прощаюсь Напоминаю Что с вами был Народно-славянское радио Алексей Федорович Соколов Валентин Игоревич Назаров И Алексей Орлов Желаю всем добра До новых встреч Друзья мои Увидимся И услышимся Быть добру И лети ты на крылатом коне Русс Налегкие Тысячи летия Русс Субтитры создавал DimaTorzok